Если человек талантлив, то он талантлив во всем. Эти слова как нельзя лучше раскрывают образ полузащитника алматинского кайрата 60-х годов, известного спортивного комментатора, журналиста и просто замечательного человека Дьяса Ильясовича Умарова. Доброе утро, уважаемые любители спорта. Дьяс Умаров. Родился 20 октября 1940 года в Алма-Аты. Полузащитник футбольного клуба Кайрат. Спортивный журналист, комментатор, инструктор по спорту ДСО Кайрат, ДСО Локомотив, академик Казахской академии журналистики. Не один десяток лет его голос сопровождал победы советских спортсменов. С него брали пример многие отечественные журналисты. Его любовь к здоровому образу жизни – настоящая страсть. Поэтому регулярно выходит на футбольное поле со своими друзьями и остается энтузиастом футбольного ветеранского движения. С День Динамо мы собираемся три раза в неделю в любую погоду. Вот сейчас жара под 40 градусов. Зимой мы играем и в мороз здесь на открытом воздухе. И я считаю, что это, в общем-то, такая замечательная преданность игре. Здесь самые разные страсти собираются. В основном это ветераны Динамо, полковники в отставке, но если помоложе ребята, здесь все они занимались разными видами спорта. Есть чемпионы и призеры по стрельбе, есть борцы, штангисты, но всех объединяет любовь к футболу. И вот здесь мы все время собираемся на этой площадке. И три раза в неделю проходят такие соревнования, такие игры. Иногда уезжали на соревнования, у нас даже были международные встречи. Мы выезжали в Китай, играли там с местными ветеранами. Так что эта вот преданность футболу, она, я считаю, что является очень хорошим для всех нас плюсом. За плечами Диаса Ильясовича сотни международных, всесоюзных и республиканских соревнований, воспоминаниями от которых Аксакал спортивной журналистики делится с особым энтузиазмом. Мне приятно вспомнить свою, можно сказать, молодость, когда я пришел в спортивную журналистику с футбольного поля. Но это был настоящий такой золотой век казахстанского спорта, когда у нас был настоящий спортивный центр, когда в Алма-Ате были замечательные команды по волейболу, баскетболу, хоккей с мячом, хоккей на траве, по одному полу. В каждом из этих видов спорта были и чемпионы СССР, и олимпийские чемпионы. Сюда, в Алма-Ату, приезжали такие звезды баскетбола, допустим, как Сабонис. Когда здесь приезжали сильнейшие волейбольные команды страны, когда в составе Алматинского домостроительного комбината играли наши замечательные олимпийские чемпионки, Елена Чебухтина, Ольга Кривошеева. Нам приходилось вести репортажи о всех этих матчах, когда хоккеисты хоккей на льду завоевывали кубок европейских чемпионов. Такого же успеха добивались наши баскетболисты, наши волейболисты и волейболисты. В общем-то, это было такое, действительно, в золотой время казахстанского спорта, и мы стремились показывать все эти виды спорта, когда, допустим, у нас были и мировые рекорды на МИБЕО, есть соревнования международные по современному пятиборью, когда действительно приезжали мировые звезды, знаменитости этих видов спорта. И тогда вот просто действительно приходилось без всякой натяжки говорить в превосходной степени, это великолепный результат, это превосходное достижение. В общем-то, есть что вспомнить. Сейчас, возможно, идет такое возрождение, во всяком случае, все попытки есть того, чтобы возродить былые спортивные традиции. Конечно, многое изменилось, конечно. Сейчас многое из того, что было характерно для советского спорта, сейчас уже, в общем-то, другие условия, и приходится в других условиях работать. И много можно слышать и негативного о спорте, о том, что спорт, он презирает слабых, уважает только силу, что спорт, в принципе, что он развращает, что вот эти вот... Ну, конечно, есть проявления и звездной болезни, есть... Все это, конечно, присутствует, но, конечно, гораздо больше интересно в спорте, и вот все время раскрываются все-таки новые какие-то перспективы. И сейчас совершенно вот мы стали свидетелями такого неожиданных достижений наших штангистов. Есть сейчас уже все возможности возрождать и игровые виды спорта. Так что я считаю, что вот нынешнему поколению спортивных журналистов тоже предстоит очень много работать. Конечно, у них сейчас гораздо, может быть, более-таки выгодные условия, когда гораздо больше сейчас информации, когда одним щелчком, допустим, по компьютеру там вываливается целый массив информации, нам труднее было доставать информацию. Ну, конечно, сейчас вот я считаю, что у молодого поколения спортивных журналистов гораздо больше возможностей. Впрочем, вспоминает известный журналист не только об успехах наших спортсменов. Особенное место в его карьере занимали встречи с легендарными личностями, одним из которых был его коллега Николай Озеров. Николай Николаевич Озеров действительно был такой легендарный спортивный комментатор. Мне довелось работать тоже вместе с ними на Олимпиаде в Москве и на других соревнованиях. У меня запомнился случай, когда к 70-летию Николая Николаевича в Москве состоялся футбольный турнир, который назывался «Паса Озерова». Были приглашены команды республиканских студий на этот турнир. И вот нам удалось приехать на этот турнир. А в то время, это был 92-й год, в это время Казахстан еще не вышел из рублевой зоны. У нас не было проблем приехать в Москву. А вот команды из украинского и белорусского телевидения не смогли приехать. И поэтому там участвовали команды Ленинградского телевидения, Московская правда, я знаю, Московского телевидения и так далее. Там было несколько команд, которые участвовали в этом турнире Николая Николаевича Озеров. «Пас» от Озерова назывался. Он особенно благодарен был нам, что мы приехали, откликнулись на эту просьбу и придали этому турниру статус международного. Но мы не только придали этот статус, нам удалось победить. О своей семье Диас Умаров скромно умалчивает. Отмечает лишь, что в его жизни было два тайма. Так наш герой называет браки. А дети уже давно живут за рубежом. От души хочется пожелать успеха своим юным коллегам. Я думаю, что сейчас развитие нашего казахстанского спорта тоже дает такие широкие перспективы. Перспективы у казахстанской спортивной журналистки хорошей, я говорю уже как ветеран этой самой спортивной журналистки. Но я думаю, что с открытием особенно нового спортивного канала все больше и больше будет людей вовлекаться в этот замечательный мир спорта. Потому что язык спорта – это язык глобального общения между людьми. И роль спорта, она просто вообще неоценима и становится все более и более значимой в нашей современной жизни. За спиной Диаса Умарова колоссальный жизненный опыт и долгие трудовые годы. Поэтому сегодня наш герой остается эталоном для тех, кто выбрал этот нелегкий, но безумно интересный путь журналистики. Его опыт, знания и поразительная работоспособность были и остаются примером для молодого поколения в достижении больших успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова